Итак, друзья, вчера прошел бой Т-34 против Шульского. Это самый большой договорняк на моей памяти и позор Шульского. И сейчас я расскажу, почему. Сразу хочу отметить, что я не могу выложить кадры боя, потому что мне сразу прилетят авторские права. Поэтому сейчас парой слов я опишу весь бой. Первый раунд. Шульский работает только левой рукой. При этом ему этого хватает, чтобы забрать этот раунд. Второй раунд. Точно так же. Шульский работает только левой рукой. Тоже его забирает. И непонятно, почему он не работает правой. Думаю, может начнет в третьем. Третий раунд. Такой же. Только левая рука. Правая. Не работает. Но Шульский в этом раунде, по моему мнению, уже его отдает. Четвертый раунд. Идентичный всем остальным. Только левая рука. И Шульский его забирает. Результат боя по итогу ничья. Каким таким волшебным образом? Непонятно. Еще больше возникает вопросов в том, что Шульский абсолютно доволен данным решением. И, конечно же, самый главный вопрос. Как вообще можно отбиться весь бой 4 раунда по 2 минуты? И ни разу не ударить правой рукой. И вот Павел Шульский отвечает на этот вопрос. Подожди, а что с правой рукой? Я просто работал весь бой левой. А почему так? Ну, захотел проводить левой рукой. Ну, то есть ты не дрался во всю силу, так можно сказать? Ну, подожди, а в чем причина-то? Нет никакой причины. Просто хотел проводить левой рукой у соперников, которые тяжелее меня, ниже ростом. Хотел показать работу для своих учеников, как работать в дистанции передней левой рукой. Я, говорит, не дрался во всю силу. Ну, просто, просто показать своим ребятам, как работать левой рукой. Я не пойму, ты что, на спарринге тренировочном работал или что? В смысле, ты просто не бился во всю силу. Я не смущаюсь, что все твои болельщики ждали твоего боя. Многие поставили на тебя деньги, потому что были уверены в том, что ты победишь. Это было адекватное мнение. Но Пашу это абсолютно не смущает. И вот, что он говорит по этому поводу. Что скажешь по поводу результата? Хороший результат, ничья. Это тоже хорошо. Я понимаю, что меня не тянут, что равный боги, я мог выиграть, но дали ничью. Это круто. Я мог выиграть, но дали ничью. Это круто. Ни хрена себе. Вы вообще слышали когда-нибудь такие вот высказывания от какого-либо профессионального бойца? Ты что, работаешь на заводе и делаешь рабочий вид? Я не могу понять. Это не круто. Это плевок в лицо всем тем, кто за тебя болеет, кто тебя смотрит. Кто на протяжении месяца писал о том, что на нашем деле было несправедливое решение. Чтобы отдали поиск Шульскому и тому подобные вещи. Я тоже делал очень много обзоров на эту тему. Был за тебя. И топил за тебя. А ты что делаешь в ответ? Я еще раз повторяю. Очень много людей поставили деньги на твою победу. Я сам всем пацанам говорил, что вы ставили. И сам ставил тоже. Но что в ответ? Ты насрал абсолютно на всех. И у вас там с Т-34 все круто. Вы стоите, улыбаетесь и даете интервью. Нет, понятно. У вас все круто. Вы отработали свой договорняк. Попилили там бабки. А теперь радостные. Можно интервью дать. Это никто не спорит. Я ответственно заявляю, что больше прогноза на бои Павла Шульского. Или на бои РЕН-ТВ я делать не буду. Потому что так нагло это все проворачивать. Это надо уметь. Т-34 тоже там радостный стоит. Несет какую-то ахинею. Ну, я не хотел бы выиграть. Это мой земляк. Я хотел просто спасти бой. Не подвести РЕН-ТВ. Да вы оба, ребята, РЕН-ТВ точно не подвели. Молодцы. А кого ты там мог выиграть? Вообще непонятно. Тебя, как говорится, сделали одной левой. Ну, а по факту, что мы имеем, что победители в данном бою только РЕН-ТВ, Шульский и Т-34. Но никто из нас. В общем, как-то так, друзья, меня переполняют эмоции. Негативные эмоции. Напишите, что вы думаете по данному поводу в комментариях. Дайте обратную связь. Также не забывайте подписываться на данный канал. Нажимать на колокольчик. Потому что сегодня еще выйдет одно видео. А может и не одно. Поэтому подписываемся. И до встречи, друзья. До встречи.